Ну и теперь если в саму тему, то Великая Отечественная война. Америка напала на Россию в Сирии. То есть фактор мученичества не будет воздействован, но эта машина будет ослабляться, военная, путиноская. Они рассказывают, что это фигня, значит, от хлора. Не можно быть так, чтобы простой водой со шланга поливать. Ну что ж, русские березки, давечи украинские, напоминающие древнюю Киевскую Русь святую, земли Рюриковичей. Кстати, к сожалению, мы видим, что всякие уроды приходят тут в Харькове, в Украине, без ведома кого, уже какой год подряд уродуют наши леса. Вот такую красивейшую рощу в Харькове, выжимают с нее соки, собирают там десятки литров сока березового. Ну ладно бы и на здоровье, так просто же они этим гробят рощу березовую. Потому что она истощается, и нет, чтобы провести несколько саженцев березы. Вы же жрете с этого, пьете, зарабатываете, там где-то продадите на базаре, на блокбазе. Так привезите же вы уродцы моральные, пару саженцев и посадите. Нет же, оно жрет, пьет, довольствуется с этим и срет еще. Вот это все, гадость, повыбрасывать где-нибудь рядом, в ближайшей посадке. Вот же хрень. И когда говорят там о русских братьях, да, вот это хрень им, наверное, и братья. Что касается духу, вот такого же отношения к своей стране, к своей державе. К сожалению, вот так вся Россия сейчас превращается в Острикова. Маленькие участки в Остриковых. Вот так высосать все соки с красивой березки и похерить. Пускай она вздыхает, лишь бы этому нутру довольствоваться плодами чего-то, но самому ничего не привносить в этот мир совок гребаный. Так что с места печального под названием «Березовая роща» пару палок, два стручка. Думаю, лучше перейти в место более экзотическое. Там, где не успели еще стыбздить на металлолом, поздавать эту типа как экзотику. Слава Богу, «Безвиз» дает такую возможность ехать, зарабатывать деньги, а не растягивать всю страну на металлолом. Как это было и в Польше в свое время, тоже там примерно такое же было растягивание. То есть европейские лидеры, политики, аналитики и не просто балаболы, а те, которые имеют право и умеют предпринять что-либо против вот такой чмошной путятинской политики, как в Европе, в Азии, в Украине и где-либо, знают и умеют анализировать, что Путятина, Путин, он прогнозирует свои хода на многоходовочку вперед, на несколько там этих ходов. Не просто так прогнозирует, а знает реакцию его ходов, чтобы сделать другой, следующий шаг. Естественно, зная и характер, изучивший его, он старается, как и миллион, менять характерологию своего поведенчества, поведенчества, бехевиоризма такого политического, примитивнейшего по рамкам духовным, европейским и вообще мировым и тому подобное. Цивилизованным ранкам, через которые Европа прошла уже, вхавала, что это такое, лучше жить в правовом суспильстве, обществе. Ну, путинятия не это наплевать, поэтому он действует по-своему. И Европа, естественно, должна понимать, что этот человек, который некогда что-либо имел в виду и говорил, то, например, как он может, вполне это нормально, он считает прикрываться цивильными, мирными жителями. То есть, он же говорил, что, ну и пускай, значит, украинская армия попробует стрелять в мирных жителей, которые станут там, типа, впереди танков, дети и тому подобное. Капец полный. То есть, он говорит, как террорист, который захватывает что-либо тех же детей, а потом и прикрывается этими детьми, как в Беслане или еще где-либо взрывами домов и тому подобное, чтобы только удержать власть и прийти к власти. Капец полный. То есть, этот капец полный и есть тактика, путятины в нашем сообществе мировом. Ну и, похоже, Трамп теперь это понял, сцепив зубы, сцепив всю свою натуру нарциссистическую, которая ринулась отвечать на химическую атаку, в которой погибло сотни детей, мирных жителей, путеносных, осадовских, химических взрывчаток, смесей всяких. На путеноских каналах, о которых они рассказывают, что это фигня, значит, от хлора. Не можно быть так, чтобы простой водой со шланга поливать. Там начинается необратимое состояние легких, еще там других органов. Человек умирает, а нет такого, чтобы просто так полил шлангом, водичкой, и он взял, ходит, уже там лежит, жив как бы и здоровый. Так, получается, трупы тут, они же нездоровые. И хоть поливай, хоть не поливай. А те, которые получили дозу от этого хлора, которые находятся в воздействии этого хлора или другого какого-то химического элемента, в той потребности, что, в принципе, полив водичкой, они могут еще как-то, не просто водичкой, а смесью, противоядием, для сравнения тоже на Майдане от слезоточивого газа, Беркутни, тоже друг друга поливали водичкой. Те дозы, которые возможны для смытия вот этой гари. А если этот слезоточивый газ пшикнуть или в глаза, или еще в легкие напрямую, то там же человек и кончится может. Вот так и с этим хлором. Немножко дальше воздействия, человек остается жив. Еще немного дальше, ему, в принципе, хватит и водички полить. А когда вообще близко, капец, полная смерть. А путеносские медиа трещат, что вот, что же это за хлор, что же это за хлор. Вот же животные. Да что же это за животные путеносия пропагандистская эта. Ну и теперь, если в саму тему, то путятина просчитывает ходы, просчитывая ходы, чтобы отомстить за этих вагнеровцев, наемников, преступников, бандитов, которые туда влезли, в Сирию. И заодно приурочить отравление Скрипаля, перебить тему отравления Скрипаля осадовским химическим воздействием на мирное население этим оружием, атакой осадовской. И не просто перебить, а так сделать, чтобы чуть ли не как кубинский кризис в свое время. То есть, зная, что будет ответка, он говорит, что вы ни хрена не сделаете, потому что... То есть, он ставит осаду на место вот этого мальчика, который подбегает к крупным дядям, тетям, бьет их, оборачивается, а там толпа стоит еще крупнейших, дядь, теть. Которому этому мальчику они ничего не могут сделать. Примерно то же самое, как и боевики на Донбассе. Значит, вот решайте с ними, Решалова. Когда с ними начинаешь решать Решалова, появляются буки, грады, искандеры, шманскандеры и тому подобное. Российская техника боевая и ГРУшные войска. Простите, пожалуйста, как можно с боевиками Донбасса что-либо сиперами там решать, когда там российские войска сразу начинаются? Танки, блин, орудия, гаубицы. Война полномасштабная практически там. Там почти что, там без самолетов, вертолеты и там воду на горпушке. И тут вот такая же примерно многоходовка, только еще более так чуть закрученная. То есть Путин не хочет быть загнанным в угол перед своей инаугурацией. И делает отчаянные шаги в отстаивании своего путятивства на терренах России. И зная, что весь мир бардак, все люди, блин, он, конечно, начинает так и играть. То есть Путин провоцирует ответку мирового сообщества, которое не может действовать там самостоятельно, типа как Штаты, вот будет считаться, что Ветта накладывает на резолюцию ООН, на применение силы. То есть через ООН это не прокатит, не пройдет. Можно только так, а так вы смотрите, вы так ничего не сделаете, потому что вы никто, вы вообще пыль. Типа мы тут сами блатные, все тут путятина, всех вас сделаем. Можем теперь делать что угодно, потому что вы все равно не ответите, вы никто, вы мусор, вы пыль. Такая же пыль, как и россияне-биомастники в России. Мы можем с ними делать что угодно. Сжигать в торговых центрах. Они не ряпнутся. Один в Остриков попытался ряпнуть, и то, наверное, хотел заработать просто бабла. А ему объяснили, что он так и не бабла не заработает, и бедный отец повесился, ну, повесят его ФСБшники, а предоставят вот так вот. То есть Путин провоцирует и прямым текстом говорит, что вы ничто, вы ничего не сделаете. А те говорят, не, мы сделаем, мы с мировым сообществом, сейчас как нагнем тебя, сволочь ты. Ну давайте, давайте. Знаете, и тут подходят корабли, начинается, типа, на испуг, кто вздрогнет. Я же еще раз повторяю. Кто вздрогнет? Путину наплевать на людей, хоть то сирийцы, хоть то россияне, хоть то, блин, кто угодно, хоть то украинцы. Ему наплевать, ему интересна сама война, само возбуждение вокруг себя интереса, вокруг своей нарциссической больной наглухо. Потому что это его россияне сделали больным, вот таким, потому что они не выходят бороться за свое будущее. Они его сделали таким. Потому что он был обычным скромным мальчиком, носил портфельчики, собчаку или кому-то там еще. И теперь, когда на карту поставлено, или сейчас Россия будет по катерам, по авианосцам, с которых вылетают ракеты, в принципе, безуспешно пытаться потопить их, направлять свое какое-то там супероружие, избивать эти авианосцы, топить. Потому что по ракетам сложно дать ответку, потому что из ста выпущенных ракет, ну, меньше половины собьется, например, той сраной ПВО, которая у осада. Потому что он же не может аж такое обеспечить. Ну, в принципе, получается, как и с Северной Кореей движняк. Что-то да и долетит. И это что-то да долетит, может быть выпущено и с российской стороны, в сторону союзников, там, альянтов, коалиции, и по мирным населениям. И туда, может быть, ну, не буквально, не дословно скинуто, типа, визитка Яроша или визитка Трампа. Там какие-нибудь осколки будут найдены, там, с американского оружия, что якобы это выпущено. То есть, таких кидалов, может быть, сотни одновременно сделаны с российской стороны. Еще плюс при помощи осада. И ядерное заражение на этих территориях, может, и химическое, или еще какое-нибудь биологическое, может быть довольно-таки внушительное. И понимая это все, я думаю, Америка больше, и, может, европейцы, и Трамп, это все вхавали и решили действовать по старому доброму методу. Тогда, когда российская путятинская армия, бандитская, не будет к этому готова, как и с Вагнером. Поехали отжать что-то, пух, отжали, нету отжимальщиков, бандитов. Отправили в ад. То есть, даже Европа может и газом, и нефтью торговать с Россией. И дальше, понимая, что этим даст возможность полностью не упасть в коллапс всей российской экономики. Ну, а с другой же стороны, нужно и воздействовать на Путина. Поэтому Европа, особенно сейчас будут все нормальные люди, европейские, давить на гнидопитов европейских политиков, чтобы они отторгали все. Российская, вот как Голландия не допускает до секретов своих там военных, еще каких-нибудь экономических, всех политиков, урядовцев, чиновников, которые женаты на россиянках. Вполне логичный шаг. То есть, против бандитского режима Путина будет застосована, использована, возможно, такая тактика, что чем хуже жизнь простого россиянина в России, тем все понимают, что этим россияне от этого, от плохой жизни, от нищеты и тому подобного не избавляться от Путина. Потому что это тоталитарный режим, они в депрессии все россияне, там внутренние силовики, которые уничтожают этих россиян, которые протестуют и тому подобное. Ну, то есть, под каблуком полностью у фюрера. Но ослабляя путиновскую бандитскую машину военную такими внезапными ударами, которые не могут и сразу так быстро через мировое сообщество и для своих же россиян тоже быть продемонстрированы, как Великая Отечественная война. Если Америка напала на Россию в Сирии, так к примеру, то есть фактор мученичества не будет воздействован, но эта машина будет ослабляться, военная, путеноская. До такого степени, чтобы она не могла противостоять уже толпе в России, которая должна уничтожить этот режим и перейти хоть к какой-то форме демократии. Ну, к такой форме демократии, немного не к такой, которая была в 90-х годах, там, где, в принципе, Россия была виновата советская, коммунистическая, за все злодеяния, за голодоморы, за убийства, миллионов, миллионов. Но не понесла пока ранее. И вместо этого ее, как бы, в принципе, начали тырить потихонечку, тырить мафиозные структуры, те же самые КГБ, бывшие, стали ФСБшниками, ну, растырили. И это, этим они, значит, на олигархов все свалили. Забрали потом, ну, олигархи тоже до этого. Олигархи, естественно, ну, там, не русской, там, не славянской национальности подключились тоже, как к тыриванию, к грабежу, недры и тому подобное. На мученичестве этого, как бы, пришел Путин. А теперь он весь грабит, но и он представляет, что он до сих пор мученик. То есть, он стал бандитом грабителей, придя на мученичество, что он против олигархов, против бандитской системы. Ну, сейчас он ее возглавил, но считается, что он до сих пор мученик. То есть, вот это мученичество нужно убить, для того, чтобы он не мог играть этим мученичеством Путин. Для того, чтобы смобилизировать миллионы массы для войны в той же там Сирии или еще где-нибудь. То есть, Путин провел вот такую химическую атаку через осаду, потом спрятался моментально же и спрятал свои войска там, может, в детские учреждения, может, на какие-то цивильные, гражданские объекты. Так же, как и те, которые сделали эту атаку, попрятались и ждет, что приходит международная коалиция, Трамп, эсминцы. Эсминцы и бомбят этих мирных, и бомбят эту мирную инфраструктуру. А Путятина показывает, как это было в Югославии, сравнивает на телеканалах всех. Тысячи, тысячи жертв. А те виновники, как бы, химическое оружие не найдено, кричит по всему свету. И виновники, которые скинули эту химическую атаку, тоже не найдены. Вот вы смотрите на живодеров, трупоедов, вот этого Трампа, что он вытворяет с бедной, несчастной Сирией. Давайте за нас. Ну, а если ракеты с трамповского авианосца попадут по российским военным, и пару не только сотен, а и тысяч положат там, то, представляете, какая-то мобилизационная реклама и кампания будет шаровая, бесплатная для Путина. Это была бы лишняя мобилизационная игрушка, СМЕРШи, бейфашисты, бейамериканцы и тому подобное. С больными людьми, шутки плохи. То есть, тем самым он пытается смобилизировать не только военных. Все, что можно смобилизировать со своими путиновскими масс-медиами, это очень несложно, это очень легко этим всем вот так вот манипулировать. То есть, микро-великая тесная война в Сирии пока мест не состоялась. Будут действовать немного по-другому, по другой тактике и стратегии. Конечно же, ситуация плачевнейшая, потому что гибнут сотни тысяч детей, невинных, сирийских, которые объявлены Путиным якобы бандитами, и он их уничтожает. На мирные кварталы, больницы там по-дому скитывают бомбы. А россиянам похрен. Они его и дальше выбирают. Ну, пускай даже 50% тех россиян его выбирают, Путина, но все равно же как-то выбирают, потому что, ну, да что взять с больных людей порабощенным атеизмом совка, а потом порабощенными язычеством и псевдо-христианской, псевдо-православной религией Бориги Гундяева. Что можно хотеть еще ожидать от этих россиян? А он все равно хочет, чтобы россияне такие и были и дальше, чтобы они такие читки Путина, лоховские, кидалово, и дальше верили, гибнули, гинули за него, проливали там кровь своих, детей, плевали на детей своих, как востриков, нет принципов, главное бабло, все продался и тому подобное. Вот просто таким миром, таким лоховским населением очень легко руководить. И ему это прет, ему это нравится. И мир внешний должен с этим каким-то образом бороться. А как? Это сложная вещь. Да как? Да просто бороться, а не делать вид, что борются. И кто борется? Те же барыги в Украине, типа они борются с внешней угрозой. А сами же они барыги. Как барыги? Воры, блин. В законе могут бороться с внешней угрозой. Они же первые предатели. И они борются только за свое бабло, коррумпируя систему самой этой борьбы против внешней загрозы. Потому что чуть что, они сразу дрызкают оттуда. У них нет ответственности перед людьми простыми, которые тут в случае чего останутся на попрание оккупанту. Так, знаешь, он меня поможет. А какого ты хрена, что что-то говорит? К Люди, если ты не ехала, я бы не поехала. Нормально? А я бы не поехала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok